Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наши преимущества – это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход каждому автору. Подробности в описании. Понятно совершенно, что Венесуэла – это ключевая страна, и даже не с точки зрения нефти, хотя нефть, она немаловажна, она чрезвычайно вознащена с точки зрения геополитики. По сути дела, ось Венесуэла, Куба и Никарагуа – это те три опорных точки, которые тяготеют к России и обеспечивают так называемый российский повздам в Южной Америке. Фактически, вот это три точки, которые реализуют так называемый топор антимонаконды. Представляете, они говорят, анаконда на Евразию охватывает базами, и душит. А этот опор, который этот антимонт разрубает пополам, на самом критическом направлении, на Южноамериканском. И вот эти три страны – Куба, Венесуэла, Никарагуа – они в контексте рассматриваются еще с Сирией, Египтом, она же тоже ориентируется, теперь уже с Саудовской Аравией, и даже Турцией. То есть вот такой вот блок, с другой стороны Китай, который фактически анаконду делает недееспособной. Он ее разрубает по трем направлениям. Вот эта вот анаконда, порубленная, потоптанная, полудохлая, уже в этих условиях серьезно создавать угрозы для блокады России не позволяет. Поэтому американцы пытались решить вопрос с Венесуэлой, но, я думаю, сейчас у них ничего не получилось. И я думаю, что дальше тоже не получится. Мы с вами в прошлый раз обсуждали, по-моему, даже до этого, предвыборную гонку в Соединенных Штатах. Продолжаем говорить об этом. Байден в статье для Вашингтон-Пост предложил реформировать Верховный суд США и лишить президентов неприкосновенности. Как вы думаете, это очередной ход против Трампа? И получится ли он? Да, это естественно, это очередной ход против Трампа, но ход обоюдоострый и обоюдоопасный. Потому что за Байден там большой шлевк криминала. Если, скажем, Трампу могут предъявить обвинение только в части, касающейся, просите меня, его похождения в отношении дам... Не, ну там же на Капитолии, штурм Капитолия ему... Ну, штурм Капитолия там... Надо доказать еще вину Трампа. Еще надо 10 раз доказать. Ведь для того, чтобы доказать, что Трамп виновен в штурме Капитолия, надо предъявить достоверные доказательства того, что он планировал этот штурм. Сидел и планировал. Даже если бы там планировал штаб, а не Трамп, все равно Трамп не виноват. Вот если бы Трамп доказать, что он ставил задачу открыто в штабе подготовить и провести штурм Капитолия, тогда да, вопросов нет. Но этих данных нет. Поэтому и штаб его в этом деле не участвовал. Потому что это явно было стихийное мероприятие. Ну, с таким же успехом может Трампа обвинить в том, что Техас восстал против мигрантов в прошлом году. Помните эту историю? И обвинить Трампа в том, что 25 штатов поддержали Техас, направив в Техас свою нацгвардию даже. Пусть там небольшие подразделения, но все равно сам факт. Демонстрация была. Ну, это дичь полная. А вот Байден с сынком своим на Украине крал. И крал основательно. Основания для этого есть. И доказательства для этого есть. Поэтому обоюдоострая вещь. А что касается выборов, то надо иметь в виду, вот уход Байдена – это попытка как-то изменить ситуацию со стороны демократов. Конечно, Трамп – раскрученная фигура. Камала Харрис не такой степени раскрученная фигура. Но сам факт появления Камалы Харрис, несмотря на весь негативный шлейф, который за ней есть, это в определенной степени меняет парадигму выборной борьбы. Ведь вся стратегия Трампа была построена на том, чтобы показать, какой негодный Байден. Ни с точки зрения здоровья, ни с точки зрения возраста, ни с точки зрения интеллекта, ни с точки зрения криминала. Криминализирован, связанно с Украиной, все получается. Ничего этого против Камала не скажешь. Поэтому Трампу сейчас придется срочно пересматривать стратегию. И то, что он там говорил против Камала Харрис, это, скажем так, не очень удачно. Это первая реакция. И им сейчас придется основательно пересматривать стратегию. Таким образом, и у демократов тоже ситуация изменилась. Потому что стратегия Байдена и стратегия Камала Харриса – это разные вещи. Ей нужно что-то делать с нуля. То есть, вот с точки зрения выбора стратегий, они сравнялись. Всем им нужно начинать с нуля. Но у Трампа уже есть отработанный имидж. Трамп уже давно идет как кандидат от республиканцев. А Камала Харрису надо еще раскручивать. Еще ее надо постараться в отношении Камала Харриса попытаться хоть в какой-то степени нейтрализовать тот негативный шлейф, который она заработала, будучи на посту вице-президента США при Байдене. Да и не только. В предшествующие годы, когда она была прокурором в тех, так сказать, штатах. Тем более, что она сейчас уже сделала по ходу дела целую кучу всяких глупостей. И одна из них очень яркая и сильная. Она сказала, что открыто. Такого никто никогда не говорил. Она сказала, что надо сокращать население земли. Даже на это ляп. Уже Трамп сказал, вы выбираете убийцу народа. Он использует. Это Трамп уже использовал. Фактор это будет, конечно, использоваться. Таким образом, там тоже нет стратегии. Но у Трампа в любом случае шансов против Харрис существенно выше стали, чем были против Байдена. Потому что за Байдена, не говоря на всю эту дряхлость и никчемность, за ним все равно оставался все-таки имидж президента. Со всеми его прибамбахами, но он понятный, какой и как он будет действовать. А вот как будет действовать эта дама, не всем понятно. И поэтому многие очень серьезно задумаются. Так что я считаю, что шансы Трампа в результате замены Байдена на Харрис возросли. Хотя есть ряд экспертов, которые полагают, что это не так. Многие полагают, что наоборот у Харриса шансы появились. Но тут трудно сказать. Сейчас, конечно, будут говорить о том, что у Харрис больше шансов, чем у Трампа, потому что... То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова